Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вновь передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлой нашей передаче мы начали очень интересный и в чем-то даже сложный вопрос, вопрос о свободе. Подняли этот разговор и может быть даже наша передача вышла немножко за рамки формата «Просто о вере». Мы действительно начали несколько о сложных вещах говорить, но действительно эти вопросы для понимания крайне важны. Поэтому мы сегодня в нашей студии вновь с православным экспертом, преподавателем Самарской семинарии, с философом, богословом, Сергеем Григорьевичем Кредичем. Здравствуйте, Сергей Григорьевич! И хотел бы вот сегодня наш вопрос, вопрос о свободе продолжить, разговор, но продолжить его с интересного парадокса. Вот я в прошлой передаче об этом парадоксе в том числе сказал, с одной стороны, очень много всякого рода позиционирования свободы. Апостол Павел очень много говорит о свободе. Христос призывает постигать, познавать истину, которую должна освободить и так далее, и так далее. И в принципе мы, если Евангелие читаем не просто как некую билетристику, лежа на диване, закинув нога на ногу, а пытаемся его действительно прочитать глубоко, то мы понимаем между строк, что там вообще в принципе, даже где не упоминается слово «свобода», очень много о ней говорится. С другой стороны, апостола Павла, который говорит о том, что, братья, напоминаю вам, что вы призваны к свободе, находим другую, очень хорошо известную цитату, избитую достаточно, что вот что же я за человек, чего хорошего хочу, того не делаю, а чего нехорошего не хочу, то делаю постоянно. В этой связи встает вопрос, а где же тогда здесь свобода? Как же она все-таки реализуется в человеке? Как она вот проявляется? В чем может быть ее какие-то такие вот, ну, то, что мы сейчас назвали, сущностные проявления свободы? Если все-таки человек свободен, значит, он может командовать своим желанием. А если все-таки вот прав апостол Павел, да и мы это можем по себе постоянно на своем примере замечать, да, что действительно греха не хотим делать, надоело нам исповедоваться в одном и том же в храме, и в то же время все время приходим и называем одни и те же вещи, как-то все время в одни и те же вещи впадаем. Так как же себя свобода человеческая проявляет, или может быть ее нужно как-то каким-то образом тренировать, взращивать в себе, воспитывать? Так, ну, во-первых, опять же, как в прошлый раз сказал, давайте разграничим понятие. Мы ставим вопрос, и этот вопрос высвечивает нам одну грань. Это не значит, что остальной грани нет, но мы просто сосредоточимся на чем-то одном. У нас есть прекрасно проработанная отцами, вот именно вот взращенная на опыте, такая вещь, как аскетика, и, соответственно, вот надо пребывать в трезвении, не в смысле отказа от алкоголя, хотя и в этом смысле тоже, а в смысле вот наблюдения за своими какими-то внутренними движениями. Со временем приобретается навык, и с этим уже можно как-то работать. Далее, в чем красота и в чем спасительность христианства? В том, что Господь помогает человеку порвать со всем, что его обуславливает, то есть социальными моментами, с предрасположенностями, ну, собственно, с чем угодно. То есть человек свободен в том, что он абсолютно независим от любой традиции. Вот тут есть интересное толкование слов Христа, что кто не возлюбит меня больше, чем отца и мать, тот меня недостоин. Так вот, там есть древняя традиция, что под отцом понимаются традиции народа, а под матерью понимаются семейные традиции. То есть, там, вот тут вот у нас все, знаете, потомственные учителя или там потомственные офицеры, спецназовцы, а ты, сынок, решил в балетное училище. Ты чего? Ты передумаешь. Мы уже договорились, ты, в общем, поступаешь в Кадетское, просто едешь и заселяешься. Это не свобода. То есть человек пытается выбрать, и вот то же самое. Тут человек пытается выбрать уже свободу от греха. И, разумеется, сам это сделать не может. Тут еще есть интересный момент, что, несмотря на то, что Писание у нас одно, у нас одну и ту же книгу читают и католики, и протестанты, и православные. Ну вот, у протестантов есть прям такой показательный момент, когда Лютер говорит, что в конечном итоге человек тотально порабощен, человек не желает ничего, даже вечного спасения в глубине своей души он не желает. И много раньше Лютера сказал любимый автор сего родоначальника протестантизма, Блаженный Августин, что когда я молился о целомудрии, и Господь мне его не давал, я потом понял, что я в конце концов в глубине своего сердца говорил, но только не сейчас, но только не сейчас. И вот, повторюсь, Господь, он уважает волю человека, и поэтому в этом плане Господь дает свободу в том, чтобы разорвать, в том числе и в известной мере, со своей природой. Так что наивысшая свобода, об этом задумывались, кстати, все. Вот обещал в Индию не ходить, и вот видите, не получилось у меня не сходить в Индию. То есть вот йоги, они о чем заботятся? О том, чтобы даже собственное желание тела их не порабощало. Вот отсюда вырастает эта аскетика, что я не порабощен своему полу, потому что я с рождения имею пол, и что-то во мне обуславливает. Посмотрел на женщину и уже мысленно прелюбодействовал. Ну, как же так? Ну, вот у с рождения мальчики вот впадают вот в подобное. И, соответственно, Господь дает силы, дает благодать. И тут, правда, вот мы должны еще отправиться в аскетику, оттуда посмотреть на термин «страсть». Вот страсть в смысле страдательного залога. То есть не человек живет, а его живут. Алкоголик не может отказаться от бутылки. То есть что в нем живет? В нем живет страсть. Телесная ли это страсть? Тело это разрушает, тело этого не хочет. Духовная ли это страсть? Да, дух вообще-то расположен к другому. То есть что-то рисовать, что-то писать, как-то себя проявлять, что-то мастерить, в конце концов служить людям. А тогда получается, где тот алкоголизм-то? Ну, а вот когда вот эти деятельные силы оказываются в страдательном положении, в страдательном залоге. То есть не могу ничего с собой поделать, как вижу шоколад, то прямо вот пока не съем, не останавливаюсь. Не могу ничего с собой поделать, как вижу открытую бутылку, не могу ее не допить. Ну и так далее. То есть вот что тут живет в человеке? В человеке тут живет несвобода. Даже если на нем нет ошейника, даже если его никто не бьет кнутом, даже если никто не стоит у него над душой и не говорит, что ему делать. То есть в этом вертикальное измерение христианства и такой вот величайший прорыв, величайшее завоевание. Хотя не завоевание, величайший дар. А как тогда преодолеть вот эту вот, ну, условно назовем ее такую духовную шизофрению? Что действительно я одного хочу и этого не делаю. И постоянно вот у того же блаженного Августина есть разделение, я сейчас вот на латыни не воспроизведу, но у него есть разделение на людей, которые не могут грешить, и на людей, которые не могут не грешить. Пекаре, нон пекаре. Да, 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 да. Так вот встает вопрос, то есть и к первому он относит ангелов, да, то есть существа, которые не могут грешить, это ангелы, небожители. Вот. Святые – это люди, которые могут не грешить. Вот. А мы вот в большинстве своем те люди, которые не могут не грешить. Тогда встает вопрос, если мы не можем не грешить, значит, надо нам со своей свободой что-то делать, ее, видимо, каким-то образом еще в себе надо развивать? Разумеется, потому что вот тут легко впасть в заблуждение, что если не таков, ну, повторюсь, вот можно по-разному относиться к Римской империи, но она до сих пор сидит в мировоззрении у большинства тех, кто вырос в европейской культуре. И вот эта сосредоточенность на том, что давайте мы будем смотреть вертикально, вот если смотреть вертикально, можно петь себе димферамбы. То есть, да, я играю в видеоигры по 10 часов на дню, но я бы мог пить пиво и отнимать телефоны ночью. А ведь мог бы. То есть, да, я отнимаю телефоны ночью, но я ведь мог убивать и насиловать. А ведь мог бы. То есть, да, я насилую, но я не убиваю. То есть, на горизонтальном уровне всегда можно посмотреть налево-направо и увидеть, ну, в конце концов, ну, я же не вот так вот. Или там, да, вот у меня не очень хорошие отношения, не получилось у меня семью построить, но в целом я хороший человек, я налоги, честно, плачу. А вот вертикальное измерение, это когда вот, а кем ты мог бы быть еще? Вот этот вот образец канона со святыми. То есть по-гречески, раз мы время-то время уходим в этимологию. Канон, это не богословский термин, это строительный инструмент. Это такая веревка и камень. Построили дом, на крышу залезли, на веревке камень спустили, веревка висит идеально прямо. Если вот стена прямая, и веревка висит прямо, то мы хорошо построили. Если веревка висит прямо, а стена начинает как-то вот изгибаться, то что-то надо делать со стеной. Соответственно, берем Сергея, берем Сергея Радонежского. Смотрим, вот Сергей Радонежский жил правильно, а вот Сергей рядовой, вот он, знаете ли, вот ругается иногда нехорошими словами, иногда заглядывает в декольте, и вообще вот в ряде моментов ведет себя неверно. То есть вот для этого нужен святой. Но заметьте, в православии мы имеем вот прямо замечательнейшую такую простору. Когда говорят, что догматизм, что там каноны. На самом деле, посмотрите, у нас есть огромное множество святых. То есть можно выбрать Георгия Поведоносца. Когда Георгий Поведоносец видел зло, он что делал? Он подходил к коню, отстегивал копье, брал разбег и боролся со злом. Есть святые книжники. Апостол Павел, Василий Великий, Григорий Богослов. То есть они боролись со злом, вот объясняя, что вот написание трактатов, которые тоже живут в веках. Есть Николай Мерликийский чудотворец, то есть с тем и народом, который, если видел зло, то есть вот возьмите себе святого и не разрывайте. То есть, говорит, церковь не осуществляет никакого насилия. То есть склонны к учению, пожалуйста, вот святые книжники. Склонны к деятельности, вот святые, которые прославились деятельно. Склонны к созерцанию и монашеской жизни, вот, пожалуйста, святые преподобные. Ну, то есть, ну, вот прям вот берите кого угодно. Есть такой канон, есть такой канон, есть такой. То есть вы, главное, от этого отвеса потом не отступайте. Это как вот если, вот тоже показательный пример. По церковному календарю день начинается с вечера. И многие благочестивые христиане избирают себе такую меру поста, что типа вот утренняя началась, то есть день уже начался. То есть пост среды начинается вечером во вторник. То есть ужин вторника уже без мяса. Соответственно, ужин в среду, потому что начался уже четверг, он может быть мясом. Вот можно выбрать, как сказать, церковный календарь, то есть с вечера. Можно выбрать наш современный, то есть 0-0-0 наступает среда. Но нельзя передергивать рычажок, да? Типа, о, что-то хорошим таким мясным потянуло, да? Значит так, среда, да, ничего, начался уже четверг. А тут, ой, что-то я тут не хочу. В общем, это у меня, короче, уже постный день. То есть вот если выбрали одного святого, то ему и следуйте. Но церковь предлагает свободнейший выбор, кому угодно. То же самое с теми же страстями. То есть не надо бороться сразу со всем. Церковь не налагает, так же, как Господь, чего-то сверх того, что человек может понести. То есть почему к христианам предписывают в Великий пост читать Лествицу? То есть шаг за шагом. Не надо все сразу. Надо по одной выкорчевывать, и постепенно будут освобождаться духовные силы, постепенно будет происходить перестройка, и постепенно человек будет меняться. То есть вот свобода в том, чтобы не согласиться иногда с самим собой. Можно же избрать эту удобную позицию. Не, ну а что, девочки с рождения моногамны, это у них в мозгах прошит, а мальчики полигамны, это не я. Я с рождения полигамен, потому что таковы законы эволюции, за них удобно прятаться. А можно сказать, а вы знаете, вот как бы это сказать, папа был офицер, дедушка был офицер, прадедушка был офицер, а я вот офицером не хочу быть. И в этом свобода. Потому что, к сожалению, вот тоже интересный момент, мы обладаем свободой не постоянно. То есть свобода, на самом деле, это холодно и неудобно. И именно поэтому апостол же убеждает, стойте в свободе. А человеку очень хочется отнести эту свободу к кому-нибудь. Типа, ну, у римлян, которые стали потом христианами и добрыми католиками, кодекс римлян перетек в кодекс канонического права. То есть прямо открываем, читаем. Если то, если то, если то. У православных это вот то, о чем апостол тоже предупреждает, что смотрите, чтобы облако свидетелей не скрыло от вас Господа. Тоже, опять же, приходим порой к благочестивому человеку и видим, что тоже такой интересный православный тест, в кавычках. Посмотрите на домашний иконостас. У некоторых христиан там вот тут землица, отсюда, здесь чудотворный образ оттуда, 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 оттуда. А Христа в иконостасе вообще нет. То есть мы христиане или как? И вот облако свидетелей скрывает. Человек относит свою свободу к кому-нибудь. Ну вот тоже хрестоматийный пример это общество иониток, которое сопутствовало Иоанну Кранштадтскому. Что, дескать, Христос справедливый судья, ты это, ты, какой у них свечки не бесполезна. Ты же понимаешь, что ты же нагрешил, Господь же, он же справедлив. Ты к батюшке Иоанну. Батюшка Иоанн отмолит. Ну и в итоге начинают люди носить не крестики, а образки с Богородицей, которые утешат. То есть как будто, опять же, образки со святыми. То есть куда бы отнести свою свободу? Или, батюшка, благословите горох сеять. Или, батюшка, благословите поработать. А батюшка, благословите полы помыть. То есть, ну, батюшка все-таки не автомат для благословения. А вот тогда такой интересный момент. Все, что вы сейчас сказали, я под этим подписываюсь, безусловно, потому что я вижу, что современные христиане, ну, в большинстве своем, ну, может быть, не в большинстве, но многие, ну, может быть, не многие, но некоторые. Встречаются премьеры. Да, 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 да. Они язычники. Вот. То есть у них очень много богов. Христа нету. Бога единого в Троице нету. Но есть множество богов. Бог с маленькой буквой. Преподобный Сергий. Бог с маленькой буквой. Николай Чудотворец. Николай Чудотворец, да. И даже в церкви приходится иногда слышать, приходит человек в крайней какой-то нужде, скорби и так далее, он начинает плакать и задавать вопрос, каким богам молиться. Прямо вот так вот, с такой формулировкой. Я уже не знаю, каким богам молиться. Ну, если у тебя формулировка именно такая, то, может быть, именно поэтому ты не получаешь просимое. Вот. Но с одной стороны согласен, а с другой стороны мы с вами прекрасно знаем фразу, которая гласит так, что в церкви послушание превыше поста и молитвы. Тогда встает вопрос, как же себе в церкви правильно понимать послушание? Вот мы коснулись послушания со знаком минус. Это когда батюшка, благословите меня, там, горох сеять, батюшка, благословите меня. И по каждому поводу, и без повода. Это еще маленький минус, потому что есть батюшка, который говорит, вот благословляю тебя, жениться. Вот сейчас девица войдет, то есть вот это вот послушание, так послушание. Первый, кто войдет в эту дверь, будет твоей женой. И ты в оторопе, потому что послушание, превыше поста и молитвы. А что? Тогда вот давайте коснемся вот этой добродетели. Что же понимают христиане под послушанием? И где совмещается умоление, может быть, своей воли, свободы по отношению к духовнику, к старцу, еще к кому-то? И все-таки внутренняя вот эта вот самая свобода, где граница-то, где вот раздел проходит? Тут во мне опять просыпается философ, который нудит. Давайте определим терминные границы, терминные границы. То есть вот тут я процитирую очень уважаемого мной отца Герасима, который сказал, что христианинам надо быть на всех трех уровнях человеческой природы. Нельзя быть христианином только на телесном уровне. В Писании же сказано «возлюби Господа Бога твоего всею душою твоей, всем сердцем твоим и всем разумением твоим». Теперь смотрите, что получается. К сожалению, для того, чтобы как-то вот проявляться и жить духовной жизнью на всех этих трех уровнях, необходимы усилия. Проще скатиться к описанию каких-нибудь своих переживаний. «Ой, мы ехали в Дивеево, был чудесный закат, так было приятно чувствовать тепло, и Господь нас благословит». То есть это христианство на телесном уровне. Оно должно быть. Потому что если не будет христианства на телесном уровне, вот этого вот сердечного переживания, такого телесного даже, то мы получим всяких вот таких сухих богословских традиций, когда можно, собравшись в Альпах на богословскую конференцию, выйти с креслом на вершину горы, взять коньячок, сигару и поговорить о воплощении Христа. Чистый интеллектуальный нонсенс. Но на интеллектуальном уровне, да, будет жонглирование цитатами, будет привлечение текстов, будет там и так далее. И, наконец, средний вариант, ну, это эстетический, когда тоже люди впадают в него и говорят, вы знаете, а не находите ли вы, как чудесно подходит аромат этого ладана к херуимской чеснокову? Ну, то есть вот остальные не понимают, но мы-то с вами. И, соответственно, вот ошибка происходит, когда люди упускают один из этих уровней неизбежно. То есть если остается только телесный уровень, начинается мистика. Явился ко мне Господь и сказал, ну, то есть это, простите, письма Терезы Авильской. Я смотрел на распятие, на сладчайшую шею Господа моего, и он отнял руку от Христа, положил мне его на плечо. То есть православные это читают, и волосы шевелятся. Ну, это вот действительно, и у нас такие переживания есть, просто у нас больше рассказывают про солнышко, про радугу и так далее. И человек, который не изучает традицию интеллектуально, он, к сожалению, простите, не может быть полноценным христианином, потому что он совершает вот эту вот ошибку. То есть почему я так далеко по-философски зашел? Потому что сначала очерчиваем поле, потом, соответственно, начинаем работать. И вот он приходит и говорит, я отдаю себя в послушание. Он не читал тексты традиции. Тексты традиции говорят о том, что прежде всего, испытай духовника. Не надо стесняться, не надо, конечно, батюшку экзаменовать. Ну-ка, батюшка, исповедуйся ко мне. Не воровал ли ты в детстве яблоки? Сколько жён у тебя было? То есть не пел ли ты под балконом своей матушки перед тем, как просить её стать твоей женой? Что-то вот эти вот проявления мне не нужны. Ну, просто вот посмотреть за своим чувством, открыт ли человек. То есть может случиться так, что человек начинает себя, простите, насиловать, просто потому что человек по складу ему не подходит. Ну, и в этом, этого не надо стесняться. Есть батюшки-врачи, есть батюшки-философы, есть батюшки-инженеры, есть... То есть найди и не делай вид, что твои дипломы о высшем образовании — это ничто. И также не делай вид, что ты простачок, а Господь, потому что ты простачок, должен послать тебе архангела, который тебя наставит. Ой, а я вот пришёл и как бы... Ты сначала испытай. Посмотри на человека, походи, послушай его проповеди, посмотри, как он движется, как он держит себя, как... ну и так далее. То есть сначала выбираешь духовника, вот именно что выбираешь. Господь призывает многих священников для многих людей. Вот для кого-то важно, что проповеди сказали, братья и сестры, пожалуйста, не выкапывайте друг у друга цветы на грядках, всё равно же потом все увидят. Зачем вы так делаете? Выходит интеллигент и говорит, как? Я думал, что он скажет про трансцендентный свет Господа нашего по трудам Паламы, а он мне тут задвигает про дачные участки. Ну так выберите себе духовника. А вот если вы его выбрали, вот тогда начинается послушание. И на послушание нельзя паразитировать, простите. То есть четко сказано в Писании, вот выше Писания не может быть ничего, ни отцов выше Писания не может быть, ни приходских священников не может быть выше Писания. То есть там сказано, стойте в свободе. Вот Господь вам даровал свободу, будет неудобно, будет некомфортно, будет холодно, будет неуютно, как угодно. Но вы не отдавайте свое... Апостол говорит, вы куплены дорогой ценой, что вы делаете со своей свободой? Стал христианином и отнес ее в храм. Вот тебе, батюшка, моя голова, теперь давай двигать. Жениться на этой? Хорошо. Бросить работу? Хорошо. Перейти на эту работу? Хорошо. А, что ты бы сделал с моей жизнью? Это не батюшка сделал. Это вы принесли ему свободу и, соответственно... И с другой стороны, когда начинается вот после выбора духовника, человек приходит и отдает себя в послушание, он должен иметь в виду, что это вот как отношение, простите, с наставником. То есть тут можно как угодно пояснять. Можно пояснять на тренерской работе. То есть есть такой парадокс, что добрый тренер, ну ничего, ну потом получится, ну хорошо, ну ладно, не делай еще подход, да ладно, сократим тренировку, а потом человек лежит на ринге или не может выйти на Олимпиаду, потому что, ну вот такой добрый тренер. Это вопрос о том, почему в церкви человека называют рабом. Все в курсе. Господь говорит, не рабы, но друзья, потому что друг знает, что делает человек, а раб не знает, что делает господин. Но если говорить, что да-да, хорошо-хорошо, нет, там типа делай еще подход, старайся, выжимай из себя. И потом получается, что человек совершенно свободно занимался спортом и совершенно свободно достиг высот. То же самое в языке. Я не понимаю, каким образом выучивание по 10 слов в день приведет меня к каким-то... Ты не спрашивай, ты учи. И потом вдруг раз-раз-раз, и совершается качественный скачок. Или вот, а вот зачем мне литература, вот эти вот страдания синих чулков, которые не могут в Англии 19 века выйти замуж, никак не связаны с ситуацией России 21 века. Ну, а ты читай, читай. И вдруг оказывается, в существе не расширяет словарный запас, что человек пересказывает фильм уже не пыщ-пыдыщи, пиу-пиу, а может пользоваться языком. Ну, то есть, опять же-таки, свобода — это принуждение себя к росту. Вот именно что принуждение себя к росту. Отсюда каноны. При этом, заметьте, каноны не ограничивают. То есть, там, вот это вот агитки типа каноны ограничивают нашу мысль. Совершенно правомерно спросить, какой именно канон, где вас ограничивают. И тут люди теряются, потому что они воспроизводят агитки, и дальше этих агиток ничего нет. И это тоже вот порой человека как-то пробуждает. Это интеллектуально. То есть, вот канон, да, халкидонский орос. Неслиятно, неизменно, неразлучно, нераздельно. Соединение природы во Христе. Как? Вот четыре тупиковых пути, ведущих к ереси, перекрыты. И более того, Григорий Богослов призывает всех христиан богословствовать. То есть, после Григория Богослова, а это, простите, 4 век, уже нельзя сказать, ой, а я простачок, а за меня думает отец в сестриге какой-нибудь. Ну, вот он сказал, что в день памяти Анны Крестителя нельзя употреблять в пищу арбузы, капустные кочаны и все, что похоже на голову. И я думаю, что я служу этим Господу. И вот этот момент, почему я вспомнил Григория Богослова, он говорит, богословствуйте, но только о тех вещах, в которых оказаться правом почетно, а ошибиться не стыдно. Например, степень телесности ангелов. То есть, всякий христианин призван об этом размышлять и формулировки давать какие-то, пытаться как-то высказаться. Или там о телесности после воскресения, о адовых мучениях. То есть, вот есть фундаментальные моменты, их немного. Вот символ веры — это и есть догматика. А христиане пытаются, вот некоторые, сделать христианство таким тотальным. То есть, когда вот бывает такое ощущение, что человек прям хочет поссориться, прям хочет. То есть, а как относитесь к ННН? Да никак не отношусь. То есть, там, Господь говорит, отдай сердце, сердце, а не паспорт. То есть, опять же, отсылка к старцу. Ладно. А как относишься к царю? И так далее. То есть, всегда можно найти что-то, о чем... Ну, на самом деле, догматика — это символ веры. Символ веры... Вот в символе веры ничего менять нельзя. Во всем остальном возможна дискуссия. И в этом и есть христианская свобода. И в этом мы призваны, повторюсь, вот эти вот три уровня. Христианин не может хромать и оставаться на каком-то одном. Сергей Григорьевич, спасибо за интереснейший диалог сегодня. Напомню, что у нас сегодня был в гостях преподаватель Самарской семинарии, философ, богослов, отучившийся некогда даже в Риме, Сергей Григорьевич Кредич. Мы сегодня обсуждали сложнейшую тему — свободу. На сегодня мы с вами прощаемся, дорогие друзья. В следующей нашей передаче продолжим тему свободы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok